Привет, друзья! С вами Greenland. Сегодня у нас распаковка, и распаковывать мы будем первую посылку от Loot Crate. Коротко расскажу вам, что такое Loot Crate. Loot Crate это компания, она представлена в интернете специальным сайтом, где вы можете заказать себе коробочку с приколами. Часть приколов с коробочкой вам известна, допустим, это фигурка или футболка. А часть приколов в этой же тематике, там, черепашки-ниндзя, или Рикки Морти, или Марвелы, или DC, они кидают своих каких-то гиковских приколов, и там значки, всякие подстаканники, в чем мы сегодня и убедимся. И вот такую штуку присылают. В серии черепашки-ниндзя выходило 4 коробки в первой, в первой части. Первую часть я не покупал. Кто же там выходил, почему я не покупал? Там выходил оригинальный шедер новой покраски, вот такой, с новыми аксессуарами. Потом там выходил черепашка, который получает удар током. Кто-то из черепашек по игре. Потом были еще Бибо Пирог, кстати, кролики пасхальные. В принципе, классные фигурки. Жалею ли я, что не купил? Ну, было бы клево купить, но почему-то не купил. Во второй волне Ауткрейта по черепашкам будет в первой коробке Дэнни Пеннигтон фигурка. Во второй коробке будет Донни в образе супергероя по классическому телесериалу. В третьей коробке будет из оригинального комикса Шреддер Мутант Шреддер Краб. С вот такими клевыми клешнями. И в четвертой коробке нас ждет персонаж, которого зовут Скрак. Он будет там в образе человека и также будет в образе Мутанта Летучей Мыши. А сейчас давайте открывать этот Луткрейт. Конечно, я его уже распаковал, он расклеенный тут у меня. Я даже достал оттуда футболку. Но что ж, давайте достанем. Это фигурка Дэнни Пеннигтона по фильму 90-го года у нас тут есть. И есть вот такой вот прикольный вкладыш. Просят нам присоединиться к празднованию годовщины любимого фильма вместе с этой коробочкой. И что у нас в этой коробочке есть? Во-первых, это фигурка Дэнни Пеннигтона с аксессуарами. Во-вторых, это вот такой вот эксклюзивный лонгслив. В-третьих, это костер сет. Это такие подставки. Можно их как подстаканники, видимо, будет использовать. И четвертый, это у нас Кейси и Раф пинцет. Это значки. Это большие такие цветные металлические значки. Голова Кейси в маске и голова Рафа по фильму. Сзади вот такие вот крепления. Там иголочка, ну вы знаете, там иголочка. И можно продырявливать одежду или рюкзак и крепить. Классно, что есть два крепления. Значок большой, два крепления. И можно это носить на рюкзаке, на одежде где-нибудь. Так, это у нас подставки. Подставки будем аккуратненько открывать. Тут у нас скрепки. Сейчас я их разогну и достану. Клёво выполнена сама упаковка. Тут черепашки оригинальные по комиксу. Сзади все там луткрейв, все надписи. И на одной у нас подставке изображён шредер из оригинального комикса. Тут сзади тоже всё подписано. Она резиновая. Из такой твёрдой резины. И можно на неё всякие горячие штуки. Ставить чайок. Какой-то, не знаю, что вы там ещё пьёте. Какую-то газировку, компот. Кто что пьёт. Пишите в комментариях, кто что пьёт, когда смотрит обзоры. Так, это у нас черепашки оригинальные. Именно они вот тут у нас изображены. И тут они в таком каком-то фиолетовом покрасе интересном. Снизу тоже все надписи. Там и NECA, и вот Crate. Это тоже от NECA получается, производитель NECA. Ну, давайте посмотрим этих значков. И значки NECA. Всё производит NECA. Очень и очень клёво, очень и очень прикольно. Сейчас посмотрим, кто произвёл футболку. Вот, ребят, пробую показать вам футболку. Тут черепахи выбрались из канализации. Они так прикольно покрашены, как будто кисточкой кто-то вёл. И зашла краска в сторону. Это, наверное, впервые в жизни я снимаю обзор на футболку. У меня ещё, кстати, есть 4 футболки от Loot Crate с эксклюзивными принтами по черепашкам, классическим по мультику. Тут надпись Teenage Mutant Ninja Turtles. С обратной стороны огромными буквами Teenage Mutant Ninja Turtles. И давайте посмотрим, кто же это всё произвёл. Так, прикольно, что, смотрите, что здесь написано. Сейчас мы резкость сфокусируем. Опа! 100% хлопок и сделано в Гондурасе. У меня, видимо, первый элемент одежды в жизни, который сделан в Гондурасе. Написано эксклюзив, NECA, Loot Crate, Loot Wear. Это Loot Crate, видимо, линеечка одежды. Nickelodeon. Тут всё, вся символика. Вот такая вот футболка, размер L. Конечно, друзья, цвет, я вам скажу, очень радикальный. Она ярко и ядовито-жёлтая. Не знаю, куда я буду наряжаться таким образом. Может, на какой-то Comic-Con сгоняю. Но футболка, это Long Sleeve, если правильно. Давайте будем правильно называть одежду Long Sleeve. Очень и очень прикольный. А теперь непосредственно переходим к обзору Дэнни Пэнтона. Этого парня вы, конечно же, помните по первому фильму о черепашках-ниндзя. Это сын начальника April, который вначале был на стороне клана Фуд, а потом присоединился к черепашкам. Тут у нас стандартная упаковка. Такие же упаковки были у всех фигурок по фильму. Символика фильма, название персонажа. Но тут ещё у нас наклеечка специальная Loot Crate Exclusive. В очередной раз напоминают, что у нас в руках эксклюзивная фигурка. Сбоку фотография Дэнни. С обратной стороны фотография Дэнни со сплинтером из Кейси. Тут черепашки. С этой стороны тоже две фотки Дэнни. Сверху надписи, всякие там ворлинги. Снизу информация о разработчиках. Информация про всех, кто причастен к возникновению этой фигурки, к рождению. Давайте его выковыривать оттуда и знакомимся с ним поближе. Вот он наш Дэнни. Примотан он тут даже не проволочкой, а пластиковым креплением. Сейчас я его достану и покажу вам. Наконец-то выбрался Дэнни из коробки. И вот как он стоит. Он в принципе довольно-таки устойчивый. Немножечко шатается. Может, конечно, и завалиться. Но вот, видите, шатается и стоит. Обожаю, когда фигурки устойчивые. Очень здорово. И фотки можно классные с ними делать. Но на фотке можно закрепить всегда чем-то фигурку. Но и на полке. Очень клево стоит. Похож ли Дэнни на себя киношного? Мне кажется, очень похож. Его исполнял актер Майкл Терни. И в принципе фигурка вышла очень-очень похожа. Это голова. У нас всего есть две головы Дэнни с повязкой клана Фуд. У него рыжие волосы. Волосы такие шероховатые, текстурные. Синие глаза. Смотрит он немножечко в сторону. Приоткрытый рот. Тонкие черты лица. Очень клево, прикольно выглядит. Сзади повязка завязана узелком. Сама фигурка это по сути ничего особенного. Это просто паренек в футболке и джинсах. Футболка у него крутая. Футболка у него с принтом. На принте у нас изображен басист рок-группы Sex Pistols. Сид Вишес. Вот такой вот он прикольный. Там какие-то надписи клевые. С обратной стороны просто такой коричнево-бежево-черный принт. Видимо она черная, а принт сам коричневый, как тело басиста Sex Pistols. Вот такая футболка. Она мягкая. Рукава заходят на руки. И тут немножечко вот этот подол приподнимается из мягкой резины футболка. Как настоящее. Все клево. Руки Денни от футболки и ниже предплечья просто голые. Тут локоть вот так вот исполнен. Находит одна часть руки на другую. Не очень это, скажем так, натурально. Не бывает у людей таких локтей. Но вот так вот Нека изобразила локти. Если бы дотянули чуть одежду, но это было бы не как в кино, наверное. Видимо поэтому не дотягивали, чтобы локоть делать в рукаве. Вот такой вот локоть. Руки Денни сжаты в кулаки. Он может что-то держать. Можно будет ему дать какое-то оружие даже. На ногах у Денни джинсы. Джинсы такие голубого цвета с классными изгибами. Все здорово. И обут он в такие классные кроссовки. Черного цвета с элементами серого. Шнурки серые. Тут серые задники у них. И белые тоже такие линии на подошве. У Денни есть вот такая вот сменная голова. Прикольная. Просто такая же самая, без повязки. Она как бы нам символизирует, что Денни кинул кланфуд. И перешел на сторону добра, на сторону черепашек. Еще у Денни есть вот такой вот плеер на кассетах с наушниками. Тут провод, наушники. Сейчас попробуем как-то распутать. Вот так вот распутывается. Сам плеер такого серебристого цвета с черными вкраплениями. Тут две стрелки изображены. И давайте наденем Денни на плеер. И пускай слушает музыку. Просто вот так вот на голову накидываются. Или спереди, или сзади. Сейчас посмотрим, как удобнее. Наверное, вот так вот как-то. Можно даже их носить на шее, как будто он сейчас музыку не слушает, а просто стоит с плеером. И плеер можем ему попробовать в руку вставить. Аккуратно, чтобы не поцарапать краску на плеере. Рука мягкая, плеер тоже мягенький, из мягкой резины. И вот так вот он может слушать всем узло. Что у Денни по артикуляции? У него вращается в стороны голова, наклоняется вверх. Вниз голова больше вниз, чем вверх. Вверх не очень может смотреть. Руки вращаются в плечевых суставах и сгибаются. В локтях сгибаются руки. Вращаются руки в локтях. Вращаются и сгибаются кисти. В поясе есть сустав на вращение. На уровне диафрагмы нет сустава. Хотя, возможно, есть какой-то минимальный изгиб. Тазобедренные гнутся и вращаются. Коленные вращаются и сгибаются. Вот так вот. Вот предел коленного. И, конечно, голеностопы просто изгибаются. Чуть-чуть в стороны двигаются. Вот так вот. А вот так вот Денни выглядит по сравнению с другими фигурками. Немножечко Кейси закрыл лицо Шредера. Сплинтер, кстати, если вы помните в обзоре, хвост не знал, куда девать. У него вот постоял он так на полке у меня в углу, упершись в стену. И хвост у него вот так вот изогнулся. В принципе, неплохо. Но сам он сложно стоит. Надо его... Сейчас Леонардо его поддерживает. Значит, Денни. К Денни возвращаемся. Денни слишком маленьким получился у Неки. Вот тут Нека промахнулась с размерами. И делают люди кастомы. Увеличивают ему ноги. Делают его повыше. Смотрите, какой огромный ниндзя фут. И какой маленький Денни. Также огромный Кейси. И Денни очень маленький. Совсем просто как ребенок. Он был подросток и был повыше ростом. И побольше по размерам. А сделали его вот таким вот очень-очень маленьким. К сожалению, тут Нека проехала. Что с ней бывает очень редко. Когда касается у нас размеров, соотношения фигурок между собой. Пока не могу сравнить Денни с Эйприл по размерам. Потому что Эйприл я еще не распаковал. Но в обзоре на Эйприл мы поставим рядом с ней Денни. Вот такая немножечко по размерам несоответствующая фигурка Денни Пэнктона от Нека. И вот такой вот Лут Крейт. Это коробка с всякой чепухой. Чепуха по черепашкам. Ваших комментариев я жду под видео. Пишите, как вам. Ждете ли вы обзоры на другие коробки. Кстати, других пока нет. Даже еще в Америку не пришли. В США даже еще не пришла посылка. Не то, что ко мне. Поэтому ждем. Должны были вроде бы до конца года закончить тут крейт-рассылку. Возможно, я ошибаюсь. Ну, посмотрим. А на сегодня, друзья, это все. С вами, как всегда, был Грилл. Спасибо вам за просмотр. Кава-банга, чуваки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok